МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем здравствуйте! На телевизионном канале городской информационно-аналитическая передача «Выборы-2016» и я, ее ведущий, Юрий Абрамов. Наша передача адресована в первую очередь неравнодушным и думающим телезрителям. В ней мы будем информировать вас, уважаемые телезрители, о тех событиях, которые связаны будут с единым днем голосования 18 сентября 2016 года. Вы услышите мнение и суждение тех, кто организует выборы, и независимых экспертов. Мы расскажем вам о тех, кто организует и кто участвует в выборах. И, наконец, нам бы очень хотелось делать эту передачу вместе с вами. Пишите, звоните, телефоны и адрес указаны ниже. Предлагайте, мы готовы ответить на все ваши вопросы и принять все ваши разумные предложения. Ну вот, кажется, и все обязательные слова-предисловия. Можем переходить к содержательной части. Поехали! И наш первый сюжет – интервью с председателем избирательной комиссии Рязанской области Владимиром Грачевым. Здравствуйте! Грачев Владимир Михайлович, 64 года. Образование высшее, техническое и юридическое. В избирательной системе с 2003 года. Работал заместителем председателя избирательной комиссии Рязанской области, а с 2016 года – председателем комиссии. Награжден почетным знаком Центральной избирательной комиссии за заслуги в организации выборов. – 18 сентября текущего года у нас единый день голосования. Скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, какие выборы у нас состоятся в этот день? – На самом деле, 18 сентября у нас будут выборы не только в Государственную думу 7-го созыва. Также будут проходить выборы у нас по дополнительному округу номер 16. Это Октябрьский район. Там мы будем выбирать депутатов областную думу. Одновременно, в это же время, у нас будет проходить 46 избирательных кампаний по выборам органов местного самоправления. 23 глав сельских поселений и 23 представительных органов депутатского корпуса. – В чем главная особенность избирательных кампаний 2016 года? – На самом деле, особенности этих избирательных кампаний носит оттенок новизны. Первое. По выборам депутатов в Государственную думу вновь мы возвратились к той системе, которая была до 2007 года по смешанной системе. А впервые конфигурация избирательных округов одномандатных, в частности, на территории Рязанской области и на всех субъектах Российской Федерации, изменилась конфигурация в виде лепестка. Этот лепесток делит и город наш Рязань напополам. То есть, мы с вами будем голосовать по двум избирательным округам. 156 – Рязанский и 157 – Скопинский. Вторая особенность. То, что у нас впервые к нашим округам по 156 и 156 присоединены избирательные участки за рубежом. В 156 присоединен Белоруссия, около 22 тысяч избирателей, которые будут присоединены к нам. И по Скопинскому избирательному округу в 157 будет присоединен Казахстан. Там примерно около 18 тысяч избирателей. И, наконец, третья особенность, уважаемые телезрители, это то, что впервые функции окружных избирательных комиссий возложены на избирательную комиссию Рязанской области. Владимир Михайлович, пройдена треть избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы. Скажите, пожалуйста, чем она была наполнена? В настоящее время 22 политических партий подали документы и провели съезды в Центральную избирательную комиссию. В настоящее время приняты и утверждены 19 политических партий, которые прошли определенную процедуру, и их списки и списки кандидатов заверены. Из этих 19 политических партий две партии не будут иметь федеральных списков. Они будут только выдвигать по одномандатным избирательным округам своих кандидатов. Одновременно по одномандатным избирательным округам мы принимаем документы, выдаем разрешение на открытие избирательного счета, тем самым даем старт избирательной кампании по форме предвыборной агитационной деятельности. Ну и наконец, скажите, пожалуйста, что нового появилось в избирательном законодательстве? Концептуального изменения нормы не происходит. Однако, надо сказать, что вот четыре новеллы, которые, в общем-то, имеют место, и они касаются в основном института наблюдения. Первое, что теперь как политическая партия, так и кандидат, зарегистрирован по одномандатным избирательным округам, имеет право выдвинуть в одном избирательном участке только два человека. Не более двух. Ну, как правило, два. Более того, эти лица не могут перемещаться в другие избирательные участки во время дня голосования и подсчета голосования. Более того, за три дня до дня голосования кандидат или по теоретической партии обязана предоставить список этих наблюдателей в территориальную избирательную комиссию. Вторая новелла – это связано с работой представителей средств массовой информации. Теперь представители средств массовой информации, обязательно, которые будут участвовать в день голосования при подведении итогов голосования, при подведении итогов результатов выборов, подсчета голосов, должны аккредитовываться. И есть вопросы, связанные с санкциями. То есть, теперь удаление наблюдателей или средств массовой информации представителей, а также членов избирательных комиссий отстраняют работы. Если раньше по решению участковой избирательной комиссии, то теперь законодатель ввел только по решению суда. И последняя новелла – введена новая статья административного взыскания, которая предусматривает определенную сумму штрафов за вмешательство в работу избирательных комиссий. Спасибо за интервью. И я надеюсь, что это не последняя наша встреча. И в заключении, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я хочу подчеркнуть, что данные выборы, мы надеемся и прилагаем все силы, пройдут, в общем-то, по трем принципам. Это открытость, это конкурентность и, наконец, легитимность. Призываю всех рязанцев прийти на избирательные участки 18 числа и проголосовать по тем мотивам, которые вы и руководствуетесь. Ну а теперь, я думаю, самое время заглянуть вот за эту дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. Сам Илкин Дмитрий Михайлович, 42 года. Образование высшее, техническое. В избирательной системе с 1996 года. Работал системным администратором ТИК, консультантом аппарата комиссии. С 2016 года руководитель информационного центра избирательной комиссии Рязанской области. Скажи, пожалуйста, Дмитрий, что сегодня происходит за дверью этого зала заседания? Сегодня у нас происходит семинар совещания с системным администратором территориальных избирательных комиссий, которые работают в избирательной комиссии Рязанской области на постоянной основе и осуществляют и организуют эксплуатацию комплексов средств автоматизации газвыборы территориальных избирательных комиссий. Скажи, пожалуйста, а их работа чем-то отличается от других системщиков? В общем, это работа основная, их работа как системного администратора. Но это добавляет на них отдельную нагрузку по информационному обеспечению, подготовке и проведению выборов различных уровней. Скажи, пожалуйста, а какие задачи они решают у себя там с помощью системы газвыборы, может быть? Разные задачи происходят в нашей системе. Это в основном автоматизация избирательных процессов. Существует 14 подсистем различных. Основные это подсистемы контроль финансирования и политических партий, которые у нас сейчас постоянно работают. Контроль избирательных фондов, кандидатов. Ну, также агитация, рассмотрение жалоб и оперативная обработка всей этой информации. Скажи, пожалуйста, а что-то новое появилось в этой избирательной кампании для системных администраторов? Или все осталось? Есть специальное программное изделие. Да, в этом году это новшество. Центральная избирательная комиссия разработала его. С помощью этого специального программного изделия кандидаты сами заполняют сведения о себе, о своих доходах, об имуществе. И уже в машиночитаемом виде представляют в избирательной комиссии Рязанской области, что существенно ускоряет работу и упрощает работу с данными. Данные уже намного качественнее и быстрее поступают и в избирательную комиссию Рязанской области, и сразу в Центральную избирательную комиссию. Вот такой вопрос, Дмитрий Михайлович. Мы заглянули в зал заседания и увидели, что основное количество сидящих там людей – это представители нашего слабого пола, женщины. Это как-то чем-то связано? Нет, это ничем не связано, потому что женщин, как известно, у нас по статистике больше просто-напросто. У нас так сложилось, потому что наши системные администраторы, основная их масса работает уже достаточно большое количество времени. Больше 10 лет основная масса работает, имеет громадный опыт и хорошо справляется со своими обязанностями. Ну что ж, тогда спасибо. И пожелаем удачи вашему сегодняшнему семинару. Спасибо большое. И надеемся, что он у вас пройдет не зря. Да, спасибо. Ну вот, на сегодня и все. Наша передача подошла к концу. И я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Но прежде чем окончательно уйти из эфира, позвольте расставить некоторые акценты сегодняшней программы. 18 сентября 2016 года в России единый день голосования. В этот день у нас состоятся выборы депутатов Государственной Думы до выборов в Рязанскую областную Думу по округу номер 16. 46 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. На выборах депутатов Госдумы применяется смешанная система выборов. Половина депутатов будет избрана по андомандантным округам, половина – по партийным спискам. Применяется лепестковая нарезка округов. Теперь в одном округе и жители областного центра, и жители сельской местности. Снижается проходной барьер для политических партий – с 7% до 5%. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, так как порога явки нет. 14 партий идут на выборы без сбора подписей. Остальным необходимо собрать в свою поддержку 200 тысяч подписей избирателей. В день голосования на избирательный участок кандидат или политическая партия могут назначить не более двух наблюдателей. В день голосования на избирательном участке могут присутствовать только аккредитованные журналисты.